Друзья, всем доброго дня. Мы с Анатолием находимся в деревне Обрубово Нейкоузского района Ярославской области. Приехали смотреть дом Анатолия. Хотим сейчас вам его показать. Вот эту красоту, которая здесь нас окружает. Ну и обо всем по порядку. Пойдем. Дом у меня строил отец. Это уже не в 60 с лишним лет, а ему сколько дома? Получается это где-то в 60-х годах, грубо говоря, если так. В конце 60-х, наверное. Пацаном был, помню. Мы там нам жили, а пацаном был, помню, когда его здесь строили. Ну где-то в 60 лет. Ага, все. Значит, строили. Дом стоит на фундаменте. Кирпичная лента. Бревенчатая изба. Обшита сайдингом. Сначала вагонкой. Сначала вагонкой снаружи, да, и внутри. Снаружи и внутри тоже. Ага. Пойдемте в дом. В доме посмотрим. И потом все это дело уже... Давайте мы за вами. Так. При входе в дом попадаем вот в такую веранду, крылечко. Сразу обращу внимание на внутреннюю отделку, потому что дом отделан деревом. У вас ведь везде, да, Анатолий? Вагоночка вот такая идет. Значит, это каркасная пристройка, каркасное строение. Не утеплена, но... Летом вполне можно сидеть и пить чай за столом, любуясь вот этой красотой. Это мы... Там металлическая бочка, она ржавеет и засоряется. И потом здесь уже в бочке сам вот клапан. Ага. Уже, видать, от мороза, от старости. И вообще мы ходим просто ведро с водой, потом выливаем. Ну да. А так-то сделать-то можно там все. Ну просто, скажем так, используйте сейчас как летняя дача. А вообще жили постоянно круглый год в доме. Круглый год. Чем дом отапливался? Дровами. Дровами. Это вот эта печь, да, получается? Это камин, вот печь. Ну, как бы печь-камин. Мы в прошлый раз, когда приезжали, нам Толь это показывал. Прям очень, скажем так, интересно сделано, отделано. И получается, можно, когда не сильно холодно, сжечь камин так протопить, посмотреть на огонь. Да, перед камином. А так, печки хватало на всю комнату, да? Да. Покажем печку. В таком исполнении сделана печь. Получается подтопок. И можно даже готовить, наверное, пищу, да? Или это не плита? Была плита. Была плита. На электроплитке. Ну, и получается, все вот морозы вы здесь жили, да? Когда-то все, печи хватало. Что у нас под обоями? Вагонка. Вагонка. Ну, она не новая, но хорошая. Да, а зачем зашили вот это обоями? Она стала вот такая вот, темновато, нам не понравилась. Типа, ну, потемнела. Ну, как это, дверь. Я понял, понял. Просто решили сделать обои. Нет, так-то хорошая, цветовая гамма подобрана. В принципе, этот дом выглядит светлым. Ну, хочу отметить, что не огромная просторная изба, а такая уютная избенка. Ну, грубо говоря, вот два окошка у нас по фасаду и два и три окошка по боковой стороне. Стеклопакеты у нас стоят. Вот, ну, окна заменены на новые стеклопакеты. Некоторые из них закрыты наглухо. Какие-то открыли? Одно открывающиеся. Да. В общем, этот, потолки, ну, Александр у нас сбежал, он обычно меряет, как бы потолки, но примерно где-то порядка, там, не знаю, два, тридцать, наверное, да, примерно, плюс-минус. Вот, так, значит, по отоплению мы сказали, по водоснабжению тоже, ну, летний водопровод, да, получается, у нас вода... В колодец, что-то рядом. Вносите руками, да, в дом. Ну, что тут два... Не, не, ну, я к тому, что... Сейчас же, как видите, время-то такое, что там воду подавать, там, чтобы включить... У нас был насос, туда подавали. Насос электрический в колодце, да? То есть опускаем, накачиваем. А, вращительный бак. Значит, на чердаке... Не бак, а ёмкость. Ёмкость стоит на чердаке, и если там открыл кран, оно полетит. Но всё на зиму нужно сливать. То есть это летняя система водоснабжения. Потому что, если это делать, как бы, зимой, то это всё замёрзнет. Нужно будет что-то переделать, правильно? Так, по избе, понятно. Ну, полы. Здесь, вот, кстати говоря, где мы стоим с Анатолием, у нас здесь паркет. Здесь, вот, получается, дощатые полы. Вот я покажу. Дощатые полы. Скорее всего, здесь были такие же, да, просто немножко подняли. И сейчас здесь просто подняли, сделали плиткой и паркетом. Так, это чисто декоративный элемент, да? Подняли просто, вот, как бы, не... Ну, выровняли, просто фанеру подложили и сделали, просто, ну... Ну, чтобы для красоты, чтобы, как бы, эстетика, вот, что правильно. Так, пойдём в следующую часть дома. Значит, мы выходим из главной избы, из тёплой избы, в Сене. Мы уже здесь были, заходили. Значит, в Сенях у нас, ещё раз покажу, туалет с ванной. Ой, санузел. Ну, туалет, значит, смывается, как мы уже сказали, стоит бак, открывается вот эта вот система, эта система, и подаётся в бачок вода сверху, откуда она качивается насосом из колодца, и смывается. А куда уходит у нас вода? Там, это, ну, ёмкость за домом. Ну, бочка закопана, грубо говоря. Всё, ясно. Ну, её хватает, бочка. А откачиваете как-то, или чего делать? Не откачивается, но хватало, что-то. То есть, постоянно, ну, просто, как бы, вот, даже септики бывают. Иногда там, этот Сене затор приезжает, выбирает. У вас, наверное, там без дна как-то в землю уходит, да? Без дна, да. Ну, значит, хватает. Как бы, как это, бездонная бочка. В общем, это, в Сенях мы находимся, здесь отопления нет, поэтому здесь в туалет можно ходить только, когда тепло. Либо утеплять потолок. Да, мы, кстати, об этом уже говорили. Ну, тут всё можно утеплить, и будет тёпло. Будет тёпло. А отапливаться здесь чем? Получается, просто какие-нибудь электроконвекторы, что-то такое. Да. На двор идём? Тут дуровяник. Ага. С запасом дров я бы даже отметил. Был когда-то хозяйственный двор, ну, как вот по принципу деревенских изб. Зрители наверняка в курсе, о чём я говорю. Под скотину, правильно? Когда-то он был, предусматривался. Сейчас из него сделали вот такой дровяник. Кстати, вот это, как бы, место называться... А вот вообще мне сказали деревенские избили, что это Голдарея. Вот когда выходишь со двора... У нас мостик называют. Значит, её можно, эту хозяйственную часть, переделать под любой, скажем так, под любое помещение. Даже какой-то, не знаю, жилую часть можно сделать. В принципе, ну, как мы уже сказали, утеплить нужно будет. Стены же бревенчатые? Да. Только потолки утеплить. Нет, ну, вот здесь ворота били. Здесь, ну, прошли, что-то. Может, там утеплять надо. Ага. Открывались туда. А, ворота были, всё здесь зашили. Они с той стороны есть. Я понял, да. Всё закрыто. Да. Да, ну, в принципе, это уже для тех, кому вдруг покажется, что мало места в доме. Это вот, ну, что увеличивать площадь. А так, вполне, хозяйственная часть здесь, она, именно как раз, вот, Анатолий использует вёцелесообразно под дрова. То есть, ну, под какой-то, может быть, хозяйственный инвентарь. Вот. Ну, так же у нас потолок обшит фанерой. Стены обшиты деревом. Всё чисто, аккуратно. Так, здесь у нас верандочка. Крылечко. Крылечко. Здесь выход. Да. Среди которые можно выйти на улицу. На улице у нас красота. Зелёный сад. Но туда мы войдём чуть позже. Мы сейчас поднимемся на чердак, посмотрим, что на чердаке, и потом пойдём гулять по участку. Давайте посмотрим. Ага. Полы, да, то есть, это, как бы, забутили, сделали, ну, как бы, строительный, да, вот этот материал, мусор, как бы, залить его бетоном, и будет пол, да, прям, будет связываться, стяжка будет на века. А этот, это раньше что было такое? Тоже двор? Да, ну, здесь же корова стояла. А, здесь корова стояла. Ага. И здесь, что ли, вот так же было получается, да, вот это, значит, брёвно здесь. Брёвно тоже. Угу. Ну, ещё хозяйственная часть, в принципе, тоже, которую можно использовать под какие-то хозяйственные нужды. Вот, например, здесь лежит триммер, хозинвентарь. Всё ясно, всё ясно. Тут тоже выход на улицу. С той стороны. Да, кстати, вот здесь вот дверь. А, с той стороны. Ну, вот дверь, в принципе, можно выходить на улицу через эту дверь, если вдруг потребуется. Анатолий, я вот хочу акцентировать. Это ведь вы всё сами делали, да? Да. Всё сами. Вот хочу обратить внимание вот на все вот эти вот лесенки. На отделку в доме, вот сейчас вот внутри там всё это, то, что обшито, это всё делалось своими руками. Анатолий, вы ведь плотник, да? Да. Вот прям. Всю жесть отработала. Драгоценная профессия, я вам покажу, без всякого, как говорится, здесь преувеличения. Лесенка, по которой будем подниматься на чердак, тоже всё сделано самостоятельно. Так, чердак. Чердак у нас, в принципе, пригоден для второго этажа. Ну, часто задают вопросы. Я не знаю, с чем они связаны всегда, а можно сделать второй этаж. Вот я вижу, что его здесь можно сделать, потому что, во-первых, вижу, что уже добавляли, да, вот эти вот стропила. Вот. И полы, вот сами полы здесь, прям вот чем-то заделывали, да, что ли? Вот прям это... Это бревно, как тёша наш. Ну, бревно. И чем-то оно про этот глины, да, или что такое? Прямо как будто вот ходишь по стяжке, по бетонной. Вот настолько порочно. Замаженный глиной. У нас полский потолок. Да, 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 это чувствуется, даже ходишь прямо вот, как будто, ну, не знаю, полы бетонные. Такие вот бревна, кстати говоря, мощные. Это... Переводы. Переводы, да, правильно называется. Переводы. Так, печка, это вот, которую мы видели. Да, труба. Печка. В комнате, в комнате, это вот труба от печи боров. Да, вот боров, это труба. Труба. Это у нас... Ну, это для чистки дымохода. Для чистки дымохода. Для чистки, да. Угу. Все у нас чисто. Вот такой вид у нас на просторы деревни Абрубова. Просто прям вот... Грибные места. Хочется выйти и закричать просто. Потому что действительно вот оно... В деревне, в некоторых приезжаешь, вот все зажато. Там как бы негде развернуться. А здесь наоборот. Вот нашел вот березки и грибов набрал. Ходите, да, здесь? Ну, осенью было. Видно, что даже грибные места. Мы потом еще съездим на речку. У нас же речка здесь рядом. Речка вот здесь вообще 200 метров. Вот, мы посмотрим сейчас. Посмотрим сейчас, да. А мы потом... Она здесь еще не широкая, а буквально меньше километра. Там уже на радость сходится. Вот мы проезжали очень красивые места. Тоже мы, наверное, проедем. Поглядим в Волгу. Да, да. Мы тут ездили, когда прям... Мне очень понравились места. Поэтому все это мы покажем. Так, ну, по чердаку все ясно. В принципе... Забыл, зачем сейчас поднимались-то за разговорами. А, под крышу спокойно. В принципе... Да нет, у нас получается кровля. Профлист. Под кровлей материал. Это вот этот пароизоляция, да, или как правильно называется? Пленка. Обрешетка. Частично вот новая обрешетка. Здесь еще вот даже старая вот эти вот... Ну, как она? Она лучше новая, вот эта вот старая обрешетка. Тут получается бревнами еще сделана она. Не досками, а бревнами. И, соответственно, стропила вот добавлены новая. Здесь просто я переделал. Вот отсюда шла крыша вот так. А, как бы вальмой, да? Да. А я взял прямо. Я понял. Ну, и все правильно, да. Чтобы все с панорамным окном, чтобы видно на чердаке светло. Как раз под второй этаж. По большому счету, если вдруг будет необходимо. Так, все ясно. Ладно, спускаемся вниз. А, вот давайте, кстати, мы ее немножко... Это вот куда накачивается насосом вода, да, в резервуар. Вот про него мы говорили. Да, вот идет шланг, шоу, вот он вывесил. Подсвечу сейчас фонариком, если... Есть, есть, да. Вот такая вот 200-литровая бочка. Шланг идет, вот этот зеленый шланг, идет из колодца, и насосом подается вода как раз вот прямо в эту бочку. И из нее уже расходуется по дому, в принципе, да, и она... Ну, можно развести потом. А, ну, она только на унитаз идет, да, эта вот бочка? То есть 200-литров на унитаз. А в дом просто носите ведрами, в принципе, там вымывальник залили, да, то есть как-то все. Да, ну, то есть, в общем-то, если потребуется, все это можно провести в дом. А колодец здесь, на участке, сейчас мы его тоже покажем. Спускаемся вниз. Хочу отметить, вот спускаются в избу, пахнет деревом. Вот, это говорит о том, что в доме хороший микроклимат. Мы не посмотрели подполье. Вот, можем туда как-то попасть? Ага, вот эти вот. Ух ты! Так, я полез туда вниз. Да, вот как раз то, что нужно. Подполье высокое. Мы стоим в полный рост. Метр 70. Метр 70. В общем, вот, можно спокойно об этом заявить. Значит, по подполью, ну, точнее, по периметру. Вот, сделан фундамент. Ну, тут даже какой-то у вас получается, Анатолий, расскажите немножко про фундамент. То есть, он прям такой... Фундамент вот. Вот он, фундамент. Да, это просто стеночка, здесь за землей завалено, и все. А, как бы засыпной, да, тоже? А это вот основной фундамент получается. Вот это вот лента бетонная, да, и кирпичная немножко, два кирпича и бревна уже. Просто бревна в прекрасном состоянии, проложена на мох. То есть, все бревна, как новые. Вот это можно прям вот констатировать. Вот это все, вот, крепкое все. Переклады или переводы, правильно? Переводы. Хоть будем правильно говорить терминология плотника. Это у нас половые доски, вот они как бы тоже видно, что в хорошем состоянии. И вот у меня такой вопрос к Анатолию. Продухи, вот у вас здесь вот открыто, да? А здесь вы не открываете намеренно? Ну да, здесь обычно раньше на зиму, когда зимой, закрывали полностью. Полностью. Чтобы в доме теплее было. А летом, чтобы продувалось, все. Ага, вот тебе чувствую, что в подполе прохладно. Есть вот прям конвекция воздуха, потому что и вот конвекционное окошко, так назовем его, и за моей спиной тоже, вот сзади, то же самое, и есть вот этот поток воздуха. А надо его сейчас утепляли, чтобы теплее было. Чтобы теплее в избе было. И здесь, в принципе, ведь хранили же что-то, да? Картошка. Картошка здесь. На пол абсолютно сухой. Вот мы ходим по земле, получается, под домом. Все здесь сухо. Вот можно это все увидеть спокойно. Значит, под печь сделаны вот такие вот столбы. как бы или их быки еще, по-моему, да, называли как-то, вот я знаю, дерево. Быки на мостах. Быки, ну, у нас под печью быки. Вот, значит, стоят деревянные столбы, и под ними валуны, как бы, камни, да? Валуны, да, камни. Вот, под каждым столбом. Упертые они под переклады, переводы. Они же переводы. И на этом всем, на этой всей конструкции держится печь. Ну, стоит, как бы, стоит она очень крепко. Крепко. Стояла раньше русская печь, она тяжелее была. Ага. Два раза. Нет, нет, все, видно, что все, как бы, по уму. Единственное, получается, это мы под избой, да? Вот, под теплый избой под поле. А под сенями свое, там, да, самое пространство. Свою под поле, там тоже, ну, там, это, там не пользовались. Не пользовались. Вот оно холодное, по-моему, что здесь, как бы, хранение. Я нашел, когда трубу, канализацию выводил, вот, зарезал туда. Ну, там, получается, также фундамент идет, то же самое. Ту-моему, да, вот. И там, под сенями, да? Да, вот оно, видно. Ага, вот, все, а, у вас, получается, он, как бы, ну, так, перестенок, как бы, да, получается, вот еще. Так, значит, в принципе, здесь понятно. Вылезаем наверх, идем дальше. Пчелы отпускали, я знаю, в заваленках. А пчелами, пчелами занимались у вас, отец, да? Да. Вы не занимались уже, да? Я, некогда, позанимался два года, как он умер. Я два года позанимался, и вот он... Начали роиться, и вы, как бы, это все дело бросили. Да. Занимался. Я просто, как бы, сам немножко тоже, как бы, так, интересно вообще, как я, прямо, это, подзалик на это все дело. Идем дальше? Так, ну, чего, на улицу выходим, да? Вот, вот, под сенем мы не заберемся, да, в подполье, или что? Да, не, можно забраться, но, не знаю, тут надо все скрывать. Да, все, ладно, не будем ничего скрывать. Вот лечь люк. Все, здесь люк под ковриком. В принципе, все то же самое, да, то есть, видно, что дом в надежных руках, кстати, наследили немножко, мы здесь вам, после подполья, вот, дом в надежных руках, поэтому, как бы, это хорошо, когда у дома есть хозяин, вот просто коротко, если, потому что вовремя откроют продухи, откроют подполье, создаст нужную атмосферу в доме, для того, чтобы дом жил и продолжал жить, да, встречи с новыми хозяевами, да. Пойдем, ладно, на улицу. Так, ну чего, вот колодец, о котором мы говорили, из которого подается вода в дом, не в дом, а в эту 200-литровую бочку, которую мы видали. Мы сейчас, как раз, попробуем воду, потому что на улице довольно жарко. Сколько колец примерно? В общем, от этого уровня земли 9 метров. 9 метров от уровня земли? 9 с половиной, так, ну, примерно. Ага, ну, получается... У меня 8 колец заводских, потом не хватило, привозить не захотелось, и уже я ставил опалубку, и вот такие... А, видно. Вольца заливал. Сами заливали, да, уже? Все, не этот, не заводские. А заводских 9, они 9 туда ушли. Ага, ну, вода всегда есть, да, ну, вы пользуетесь не часто водой, видимо, да? То есть, как бы, там... Это вот, тянетоп. А, вот это тянетоп, все, 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 все. А там вода чистая, все. Это просто ядром задели. Все, ну, кстати, видно, по воде-то, что вода достаточно. Хорошая. Это вот просто паутину, которую вот мы сбили сейчас, там она в колодце. А так вода, все. И по вкусу очень вкусная вода. Потому что без всякого привкуса. Брюшной, кажется, сами копали. Сами копали, да? Сами, да. Вот не пропадет у нас наша страна с такими людьми. Так, ну, чего, сколько у нас земли по... Вот, наоборот, 25 соток, и вот там еще, в общем, 50 соток. 50 соток? Да. Пол гектара. Пол гектара земли. И получается все это в собственности. Все 50 соток. Собственные документы можем показать. Не, обязательно, конечно. Это все. Все в собственности. Мы потом покажем, кому, кто заинтересуется. Я к тому, что 50 соток земли. Но обрабатывайте поменьше, да, получаться. Вот насаждениями вот это все. Где-то соток 15, да, примерно? Ну, 20 пускай. Это же было, когда скотина была. И все это сели. А сейчас обкашивают вот ребята из соседей деревни. Потихонечку так прогуляемся, посмотрим вашу красоту. У вас дом-то ведь, как бы, там еще соседи, да? Да. Посреди соседей, да? И там, и там. И там еще дальше домик. Ну, вот это я хочу просто показать. Вот это буйство красок. Именно как раз для летнего вида. Потому что, как бы, мы приехали сначала к вам. Было немножко, так, серо. Не стали снимать, потому что, действительно, у вас надо в солнечную погоду показать всю красоту. Значит, баня еще на участке расположена. И за баней какой-то пруд. Посмотрим? Яблони все отсели были, все цветы были, ну ничего. Вот отцветали тогда. Ну, они этот, ведь сейчас скоро поносить будут, да? Ну, в июле где-то. Может, мы к тому времени к вам уже приедем с людьми, которые будут собирать ваш урожай. В раньше, когда жена ухаживала, вот цветы были в ней, там где цветы, сейчас подземки. Ну, стоит сказать, почему, кстати говоря, происходит и продажа дома, у вас еще участок, да, с домом. То есть, ну, в этом не надо говорить. Шучу. Ну, я к тому, что просто вы разрываетесь между двумя домами, да? То есть, и там дом, как бы, в своем доме живете, и здесь дом. Почему мы продаем все? Тяжело. Просто тяжело. То есть, это 50 соток. Мама не говорю, и даже эти же 20 даже все равно. Обкосить все это дело, обработать. Ну, все равно вы молодцы, хоть чего-то все равно здесь. Вот, картошечку, да, посадили? Потихоньку. Поемте в баню. Кстати, баня и дом обшиты одним и тем же сайдингом, да? То есть, как бы в один и крыша, так же вот в один этот ансамбль девичий виноград растет на дворе. Он посильнее распустится, закроет, наверное, да, прям весь двор. Тоже дровяник, габаня. Дровяничок, габаня. Проходите. За хозяином. Да, сразу вот при входе в баню, вот такой просторный предбанник с ловчонками. Можно посидеть, когда сильно ужиреешь в бане. Вот, и характерный такой запах бани. Знаю, что баня регулярно топится, и получается то же самое все пшито деревом. И опять же стоит сказать, что все это, да, сами делали? Конечно. Надо сказать, обижаешь. Значит, по воде в баню, как вот вода, тоже приносите? Приносим, но при желании можно же насос поставить. Завести, да, все это дело? Сюда заливаем воды. Ага. Она нагревается печкой, через эти идет циркуляция. Горячая вода. А это добавляем холодно, когда моемся. Ну, то есть, разбавляете ее. Воды немного надо, сюда ветра три. Ну, эту. А здесь вот вы положили камни, а эту вот плитку убрали для того, чтобы не трескалась плитка? Нет, чтобы сюда тепло больше шло. А, чтобы тепло больше шло, да? Вот это железо, да? Да. А, ясно, ясно. У нас была другая версия. Да, мы смотрели, думали, чтобы не трескалась плитка. Нет. Ничего вам. И там вот камни на плитке. Да, мы посмотрели печку-то. Где вот печка? Банная печь. Вот эта в трубе тоже, да? В трубе все, да. Тоже нагреваются, отдают тепло. Ну, и водичкой. А баня сама, получается, рубленная, бреветчатая, да? Нет. Нет? Из пеноблоков. А, из пеноблоков. Вот. А, слив. Слив воды. Слив воды. То есть, когда здесь моешься, все не остается на досках, все утекает. А там как? Про землю, да? Или керезаварху? Нет, там бочка стоит. А, сделала бочка. То есть, все, как бы ничего не мокнет, не сыреет. Так, ну что, с баней тоже все понятно. Кстати, вот про пеноблоки, вот, про пеноблоки, вот, тут буквально недавно был разговор, и действительно, я вот скажу, что я раньше был сторонник, вот, прям вот, категорично, думаю, вот, если баня, то только рубленая, что бревно было. Пока вот не сравнил. Вот, у меня, у отца тоже, сделана баня из пеноблоков. И обшита внутри, так же, как у вас, вот, тоже вагонкой, то ли липой, то ли чем. Ну, липой обшит. Липой, по-моему, да, вот, у нее вагонка, не помню просто. Которая не дает смолы. Да, да. И самое интересное, что вот в бане, ты, когда вот паришься, вот, реально оно тепло держит. То есть, а вот бывало, вот, как бы, когда вот в рубленой бане, видимо, на то, что там, как бы, постоянно же она проконопачивает, она же там все дает усадки, там все эти зазоры, там. И в бане, вот, чувствуешь, что тепло не держится. И там для того, чтобы тепло, это постоянно кидают на камни пар. И ты в ней, можно сказать, варишься, а не паришься. Ну, вот, такой... Пар сухой. Было же, да, да, сухой пар. И вот я говорю, что я вот замечал пеноблок, но даже там стоит этот, как вот, для влажности измеритель. И вот он там показывает, там, ну, по-моему, там, то ли 30, то ли 20, то есть там, ну, не больше. Поэтому, это я к тому, что из пеноблоков баня имеют, как бы, свои плюсы. Как бы, конечно, некоторые, скажем, там, критики, которые за ЗОЖ хотят, чтобы все было в дереве, но вот здесь у нас обшито деревом. Да, у нас соседа, где дом мы строим, сосед сделал бревенчатую баню. А сейчас, говорит, я бы, лучше пеноблоков сделать. И у меня приятель так же, вот то же самое, так же, он говорит, если бы я знал, говорит, все, никаких бревенчатых. Оно красиво, вроде как, вот, эстетически, там, рубленые бревна все, но, говорит, уход за ней, это постоянно надо ее, говорили, что там, и проконопачивать у него там, ну, короче, он расстроился, что он сделал за бревна, когда побывал вот в бане с пеноблока. Так, ну, баня стоит у нас на ленте. Это у нас азбестово, да, что ли, столбы или что-то такое? Там, это, залитый бетон, там, в виде столбы. А, столбы были известны, залитый бетоном, да? Ага, стальная арматура и залитый бетоном. Ага, и лента вот такая вот, то есть по всей бане. Ну, понятно, что... Он, в общем, весь стоит, веранда выше, и там выше, но засыпали потом в стяжку. Ну, про прудик, да, мы хотим этот, вот еще здесь не прудик у нас, а, получается, какой-то такой декоративный бассейн. Да, но его надо наливать, так же из колодца, или хоть из пруда, насосом наливаем воды. Вот сюда в бассейн, да? А, но вода не уходит наливать? Пленку обтягиваем. А, пленку обтягиваете, что ли? Ну, я слишком глубоко сделал, можно пониже, вот такой бы хватило. Подлить еще сюда бетоном, ну, бетоном надо здесь. Нет, землей, а потом бетоном. А, землей бетоном, ну да, 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 да. Здесь он... Ну, это чисто как эстетика, да? Вот такая вот. Здесь тоже вот труба, когда тут полный, насос сюда отпускаем, качаем, здесь вот уже как водопадик течет. Да, вот оно, я думаю, что вот оно и должно, вот, чтобы вот был водопад, по камням прям туда сливалось. Да, она с дырочками. А, она на циркуляторе идет. Ну, вот это надо запустить, чтобы посмотреть. А час не запускайте, не делайте, да? Нет. Уже все. Не до этого. Не до этого. Оп. Пруд, кстати говоря, вот находится прямо за баней. Прямо за баней вот сделаем такие ступеньки. Эти ступеньки уходят туда, в воду? В дно. Вообще, вода убывает, а ступеньки... Ага, ступеньки там остаются. Ну, значит. Краситит? Нет, краситит. Ну, знайте вам сюда, вам тут не хватает несколько либо уток, либо... Утки дикие прилетают. Потому что они бы чистили пруд. Вот он вот, как бы, после бани не занырнешь сюда. Потому что вот деревья, наверное, поэтому раньше было чисто, и таких не было. Берешь. Сейчас он, дядь, не так продувает. Я вам там прошел, то, наверное, самое грибное место. Да? Тут кругом. Вот, кругом грибы. Вот даже вот в этих, вот этих березках. Кстати, ты ходил-то по участку. Ты ходил по участку, по этот, какой-то, ну, по территории. Это 50 соток здесь территория. А, вот территория, вот участок. А, даже так? Да. Да. А как вот у нас граница-то по участку? Вот от бани-то у нас это... От бани, вот она так, пруд, он, как считается, общий. Ну, для деревни малопожарный или что-нибудь. А наша территория вот так идет. Ну, я обратил внимание, что территория огорожена. Ну, это... Ну, территория-то частично огорожена, но не вся огорожена. А эта земля, вот, вот все зеленое, вот это. Вот так по деревьям туда, в это участок. Вот здесь вот так вот уходит за пруд. Ага. Вот это все... Тут по елочкам, по тем, да, вот там елочке? И туда вон до тех берез. До тех берез. Там уже подзарошло. Да, ну, есть где развернуться, я скажу, что... Прилично. Так, ну, чего еще спросить? Так, вроде про яблони Анатолий нам рассказал, что яблок будет море. Так что, покупайте быстрее, а то съедим яблоки. Это лесной можжевельник. И вот один что-то начал гибнуть, наверное, и гибнуть. Видать, это... Или серовато ему тут такого пруда, не знаю почему. Ну, может, что-то заболел чем-то, как бы, бывает. Там он стоят, вон, там тоже эти лесные все. Ага. Папородник сами сажали? Папородник. Да, это папородник, он не дикий, вот он. Садовый. Садовый, да. Культурный. Снимал. Кстати говоря, беседочка тоже. Если вдруг кому-то не хватило места на веранде, за чашкой чая, идут в беседку. Здесь вот ставится столик. И... Спокойно, человек 8. Спокойно здесь раз. Столик. Там, не знаю, самовар или нарды. И... Ладно, все это, конечно, лирика. Но, тем не менее, беседка на участке лишней не будет. Да, значит, частично дорожен забором, получается, да, вот он. Вот эти вот эти... Здесь вот все, а там... Вся территория, где насаждение, где обработано, где вот вы косите, ухаживаете, все, все дорожено. Ужарайка не в счет, ее... Она, это, был сеновал раньше, уже она покосилась. Ее разбил. Ну, она же наша. Ну, да. Ну, и все, там уже там решим, главное, там даже на дрова этого. Дров, вот, а кругом пилить нужно, если строим руками. А так, вон, у нее есть это объявление, заказываешь. Ага. Привозят колотые дрова. У нас, получается, вот здесь из семи, вот, сколько, семь домов-то, да? Восемь? Восемь. Восемь домов. Сколько вот жилых, кто круглый год живет? Ни одного. Ни одного. Все дачники, да, приезжают на лето. Вот, значит, по подъезду мы отдельно покажем его. Подъезд, он, в принципе, проездной, но не всегда можно проехать на легковой машине. Ну, весной. Весной, наверное, да, там, потому что, ну, грунтовая дорога. Ну, в основном, апрель, конец апреля, вот, начало апреля. Конец марта, наверное, начало апреля, примерно вот так вот. То есть оно уже потом подсыхает. А зимой, вообще-то, постоянно чистят? Зимой чистят, да, дорогу чистят. Если, тем более, как бы, есть заявки от местных жителей. Бывает такое, что, наоборот, местные просят, чтобы не чистили. Когда никто не живет, вот у нас несколько деревень, там, наоборот, не приезжают, говорят, нам не чистите, чтобы лишних, там, людей не было в деревне, просто, ну, даже не приезжайте. Ну, все регулярно тут. Вот, если, потому что, наверняка, на новогодние праздники приезжают сюда, ну, поэтому и чистят. Ну, да, вот так вот. Ну, вот у нас в Русилово дом, там не чистят, наоборот, там только дачники, она такая же, маленькая деревня. И там они говорят, что, да зачем нам сюда лишнее? Там зимой не живут. Там зимой не живут. Здесь не живут. Ну, вот там полковник, что здесь. Они, видишь, приезжают постоянно. Приезжают зимой. А вот этот, какой у нас ближайший районный центр или что это? У нас, это не Каузский район, правильно? Здесь не Кауз, как бы. Район 27 километров. 27 километров. А какие-то вот, вот, Барок, это... Дабарго 4 километра. 4 километра. Ну, как вот называть правильно Барок, это что у нас? Это поселок. Барок, где есть инфраструктура какая-то. Магазины, больницы, школа. Все есть. 4 километра. Там есть институт биологии внутренних вод Академии наук. Рыбы вращивают, а изучают по Рыбинскому водохранилищу, изучают рыбу и водоросли, и всем этим занимаются. Короче, экология, да, смотрят, следят за тем, чтобы не гадили в реку. Не бывали в Барке? Бывали, бывали в Барке, да, да. Бывали. Мне очень нравится, кстати, Барок, поселок хорошие. Друзья, ну, в общем-то, с Анатолием мы распрощались. Сейчас мы своей честной компанией держим путь на речку. По словам хозяина дома, река находится в 200 метрах от нашего дома, но она там не широкая, речка там небольшая. А вот мы сейчас как раз едем по дороге, по лесной дороге, до реки, которая вот впадает уже в Волгу, ну, собственно, и в Рыбинское водохранилище. Вот такая вот лесная дорога наша ведет к реке, но еще раз повторюсь, что речка для купания, для рыбалки, в принципе, она буквально вот рядом с домом, ну, там, 200 метров. Вот мы, я думаю, что удастся у нас показать это с высоты птичьего полета, как бы, да, вот сама река, ой, прошу прощения, сама, ну, да, основная река, где вот можно спустить какое-то плавсредство. Мы сейчас не едем вот по такой дороге вокруг виды просторов нашей российской глубинки. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В общем, вот заезжаем в лесной массив. Вот такая вот у нас грунтовая дорога. Лесная. Сейчас, наверное, выходим. Хотя, не в лесной, не в какой-то массив. Это мы едем между полей, которые раньше когда-то были полями, уже заросли. А слева вот как раз полноценный лес. Кругом полноценный, смотри какой лес. Ну да, надеюсь, что удастся, опять же, показать все это нам с квадрокоптера. Вон, вдали уже виднеется речка. Слушай, неплохое место, да? Сколько мы, получается, ехали по времени? Ну, минут семь. Ну да, то есть вот по такой вот дороге проехать, наверное, да, пять-семь минут. И вот такая вот здесь красота. Слушай, не чисто, да? У меня захламлено. И нету туристов много. По крайней мере, пока я их не вижу. Только уточки плавают у нас. Да, утки, смотри-ка. Пойдем смотреть. Полетела, полетела. Друзья, ну вот такая вот у нас здесь картина вокруг. Просто живописные виды. Еще раз повторюсь, пять минут на машине мы ехали вот по такой дороге. Подробнее в описании мы, значит, укажем название данной реки, вообще местности. И вся информация, которая, опять же, относится к данному объекту, будет размещена по ссылке, оставленной нами в описании к данному видео. А на этом мы, наверное, закончим свой сегодняшний видеообзор. Спасибо, что смотрели до конца. Если остались какие-то вопросы по данному видео, оставляйте их в комментариях, либо по контактам, размещенным на нашем сайте. Ссылку на которую мы также оставляем в описании и в конце нашего видеообзора. Всем хорошего настроения, удачных приобретений и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok